Если киношники хотят с вами встретиться, нужно просто прийти в ресторан Феллини. Можно сказать, я пионер возрождения кинопоказа в Казахстане. Насколько я знаю, 50% от любого кинопроката забирает кинопарк. Есть фильмы, которые собирают 2 миллиона тенге. Фильм «Пацаны» 2 миллиона 790 тысяч собрал. Все думают, что у меня есть деньги, кино – это несложно. Снял кино, пришел кинопарк, отдал и заработал. 99% наших зрителей – это обычный народ. 99% случаев из 100, первый четверг уже показать. В горе и в радость. Если мы партнеры, если плохие дни, ты должен с нами делить. Если хорошие дни, ты тоже с нами делить. У нас в Казахстане 90% людей едят карамельно-сладкий поп-корм. А во всем мире 90% соленых. Есть режиссер, продюсер, кто ушел с рынка, потому что у них был конфликт с вами. Вы можете привести такой пример? Ну, я слышала, что Асельс-адвокат вот так ушла с кинорюка. Ох, ну честно. Многие киношники говорят, что встретиться с вами очень сложно. Это правда? Это, скажем так, совсем неправда. Я довольно открытый человек, и я всегда нахожусь в своем офисе или в ресторане, который нам принадлежит. И люди, которые приходят ко мне, всегда я их встречаю и разговариваю. Никогда не было, чтобы я отказался от встречи. Даже когда она не назначена, я встречаюсь. А что за ресторан? Феллини, который тоже относится к нашей компании, которая на пятом этаже. Мы даже его назвали Феллини. Если киношники хотят с вами встретиться, нужно просто прийти в ресторан Феллини. Многие так и делают. Они специально приходят в ресторан и как бы случайно подходят ко мне. Вы уже тоже это все прекрасно понимаете. Да, конечно. Конечно, именно я и хочу, чтобы они приходили. Во-первых, это гости ресторана. Нам это выгодно, чтобы к нам приходили. Я им даю возможность действительно меня увидеть и, так сказать, поймать. У нас в стране 451 кинотеатр. Кинозал. Кинозал. То есть из них 150, по-моему, принадлежат вам. Находятся под нашим управлением. Ну, это кинопарк. Это кинопарк и киноплекс. Вы основной игрок на кинорынке, да? То есть если кино не попадет в кинопарк, ну, по большому счету, ты не соберешь кассу. Ну, скажем так, если пропорционально подходить, вы не соберете где-то 30% кассы. Но в то же время это тоже относительно. Если люди увидят хороший фильм в других кинотеатрах, наоборот, пощаемость других кинотеатров будет расти. То есть наверняка эти люди не потеряют. То есть просто будет чистота пощения других кинотеатров больше. Но все-таки вы же основной игрок. Самое главное сначала, видимо, попасть в кинопарк, потом в Чаплины и другие. Да, если по пропорции судить, разбить рынок на разных игроков, среди них самый крупный, да. Но некоторые утверждают, что кинопарк занимает монопольное положение. Но это не соответствует истине. Потому что обычно, если смотреть, что такое монополия, это когда ты занимаешь основной контроль рынка. Но вы 30%, уверенно. То есть 60% ты должен занимать, чтобы быть монополией. Вы 30% занимаете? Мы вот последние несколько лет уверенно занимаем, но это тоже. Конкуренты, ну скажем так, наши коллеги в этом направлении тоже работают. Но пока на сегодняшний день это так. Что происходит сейчас на рынке? У нас никогда такого не было, чтобы казахский фильм собирал почти 2 миллиарда, да? Насколько я знаю, Таптамаусене за два месяца собрали 1 миллиард 800 миллионов, да? Да, если бы точнее, 827 миллионов. Да, Дестер за месяц 1 миллиард 700 миллионов. 728 миллионов. До этого каждый Новый год такой урожай собирал, ну миллиард тенге стабильно собирал Нурлан Хоэмбаев. Больше там 2 миллиардов собирал только Аватар, наверное, да? Да, около 3,5 миллиардов он собирал. То есть, что произошло, почему казахский зритель начал ходить на наши фильмы? Это, скажем так, закономерность. Много лет назад, когда были разговоры насчет потенциала нашего рынка, я говорил, что со временем, через 5-10 лет, минимум 50% контента будет казахский. То есть, для нас был пример Южной Кореи, Китая, Японии и других юго-восточных стран, где действительно местный контент составляет половину и иногда больше половины. Только в европейских странах голливудский контент составляет от 60 до 80%. Но здесь в наших странах имеет значение или влияет расовое различие. То есть, когда житель той же Южной Кореи, или Китая, или Япония хочет видеть историю, скажем так, себе подобных. И здесь, в Казахстане, тоже происходит такое же изменение. Все больше и больше фильмов. Люди хотят видеть свои истории, что происходит здесь. То есть, вы это видели уже когда, в каком году? Это было, скажем так, 10 лет назад. Потому что это тенденции на рынке. То есть, вы изучили их рынок. Вы увидели эту аналитику, что сначала голливудские фильмы, а затем уже плавно люди переходили на свои, да? Да, потому что бытность. Я был знаком с управляющими этих больших компаний. Очень близко был знаком с управляющим президентом компании CGV. Это корейская компания, корейский гигант. Это номер 4 сеть в мире, больше 4 тысяч залов. Он был у меня в гостях, я у него был. И у нас очень дружеские отношения получились. И он рассказывал, как и что, и даже давал советы. Кстати, в области производства кино мы тоже приняли их модель. То есть, компания CGV последние 20-30 лет занимается производством кино. CG продакшн. То есть, знаменитый фильм «Паразиты» — это их фильм, их производство. То есть, когда говорят, что кинопоказчики, сетевики не занимаются производством кино, это тоже не соответствует. Вот сетевики обычные начали производить кино не только производить кино, но еще оскароносное кино. Четыре «Оскара» взяли. То есть, для нас это было очень хорошим примером. Мы давно планировали заняться производством кино, а COVID нас подстегнул. Во время COVID нехватка кино, нехватка голливудского контента. И вы решили создавать свое кино. Да, тенденцию популяризации казахского кино стал еще большим мотиватором, ускорением, скажем так. Но вы в этой сфере уже давно были руководителем «Оттау Синема». Это еще в каких годах? В 90-е? Это в 98-е, 2005-е годы. А, свою компанию вы основали только в 2005-м году, да? Да, в начале 2006-го. То есть, вы этот рынок очень хорошо знаете. Ну, скажем так, я один из, можно сказать, я пионер возрождения кинопоказа в Казахстане. До этого, если помните, с начала 90-х годов, до конца 90-х годов кинотеатры были закрыты. И наша компания один из первых, которые начала восстанавливать кинотеатры. Никто в это не верил в это время. Думали, зачем. Есть DVD, видео. Но, несмотря на это, мы пошли на большой риск. И плюс государство очень сильно помогло. Было специальное законодательство. Освобождение от налога, от КП на определенный срок. И хорошие условия и условия продажи государственных кинотеатров позволили нам восстановить рынок. Я стесняюсь спросить, сколько вы зарабатываете, учитывая, что только один фильм может заработать в Казахстане 2 миллиарда. Насколько я знаю, 50% от любого кинопроката забирает кинопарк. Почему именно 50%? Это, на самом деле, общемировая традиция. Во всех странах прокатная доля от проката распределяется таким образом 50 на 50. Хоть возьми Америку, хоть Европу, хоть Юго-Восточную Азию. Но, например, в Америке, в том же США, условия чуть лучше для кинотеатров. На первой неделе, допустим, кинотеатр дает 50% правообладателю. На второй неделе он дает всего лишь 40%. На третьей неделе он дает, допустим, всего лишь 30%. То есть, чем дольше кино держит, тем меньше он платит за прокат. Почему так? Потому что кинотеатр – это высокотехнологичное, очень дорогое мероприятие. Кинооборудование, кресло, ремонт требуют очень больших бюджетов. Допустим, с 2006 года для реализации проекта «Кинопарк» мы инвестировали свыше 120 миллионов долларов. И до сих пор, по прошествии, вот сейчас сколько, 18 лет прошло, мы до сих пор не вернули свои кредитные обязательства. В среднем считается окупаемость кинотеатра около 15 лет. А сколько стоит себестоимость построить один кинозал? Сколько это примерно? Один кинозал уходит от 500 тысяч долларов до миллиона. Это только кинозал, а прилегающая площадь там… Оказалось бы, ничего сложного, да? Вот кресло поставил, проекционный экран, включил и, пожалуйста… Плюс вы инвестируете в объект, который вам не принадлежит. Вы должны платить очень большую аренду. Плюс вы берете кредит, вы знаете наши кредитные проценты, которые мы платим. Ну, содержание, техническое обслуживание, на самом деле, это очень дорогое мероприятие. Ну, вот вы эти 50% с вашей стороны для киношников что входит? В смысле? То есть вы только даете доступ к кинотеатру, ставите, например, фильм в прокат, но в эти 50% вы как-то помогаете с промо, ну, какой-то промоушен делаете вот этому фильму? То есть если я прихожу к вам, если я сняла фильм, я с вами делю свою прибыль пополам, да? Я тоже, извините, меня там пошла, тоже кредит взяла, столько энергии своей потратила, например, да? Но вы мне тоже помогите, да? Вот с вашей стороны что получают режиссеры, продюсеры? Ну, начнем с того, что мы построили кинотеатр. Мы построили площадку, где вы можете показывать свое кино. Это уже огромная часть расходов. Благодаря этим площадкам, которые построили не только мы, но и остальные игроки кино, вы имеете возможность в этом направлении работать и делать бизнес, скажем так, на кино. А вы кладете анонсы, например, да, вот этих фильмов? Вот вообще в мировой киноиндустрии как складывается? Первое, да, это основа, что основная выручка делится 50 на 50. Второе, любой кинопроизводитель тратит еще деньги на рекламу, на поддержание своего кино. То есть у кинотеатра есть определенный бюджет, который для раскрутки роликов, для выиски баннеров и для других мероприятий есть определенный бюджет. Вот, допустим, мы как Tiger Films производим кино. Вот на сегодняшний день около 35 фильмов. И некоторые из них имеют потенциал для показа в российских кинотеатрах. Я, так как уже последние, скажем так, 25 лет с Россией тесно работал в области кино, я обращаюсь к сетевикам, которых я лично знаю, и говорю, вы можете мой фильм откатать? И они говорят, Алмаз, ты условия знаешь, ты должен инвестировать в рекламу. То есть 50 на 50 – это работа одно, но ты инвестируйте в рекламу. И тогда, если у меня, допустим, денег нет на рекламу, я предлагаю более интересные условия. Я говорю, давайте тогда не 50 на 50, а вы заберете себе 70, 30 мне. Ну, вы инвестируете в рекламу. Вот сейчас несколько фильмов на таких условиях мы порассивируем. А реклама – это где, на каких площадках? Реклама – это реклама перед показом кино. То есть за это нужно отдельно платить вам? Это отдельно. Это недопонимание возникает только тогда, когда люди хотят войти в кинобизнес, но не знают всех условий. То есть, допустим, если сравнить с супермаркетом, да, вы произвели товар и хотите быть проданным на супермаркет, вы хотите быть на полках. Ну да, за первую полку ты должен платить. Не только за первую полку, но и за промо, за экс, и ты должен поддержать этот товар. Есть, как и в любом бизнесе, есть свои правила, свои экономические как бы… Но вы же понимаете, да, у нас, что у вас сейчас очень много обиженных киношников? Говорят, мало того, что сложно зайти в кинопарк, но еще нужно платить какой-то взнос. Это из-за недопонимания, понимаете? Любой бизнес требует профессионального подхода, да? Вы же не можете захотеть стать стоматологом и прямо сейчас открыть стоматологический кабинет и начать работать в этом направлении. Требуется обучение, требуется практика. Кинобизнес тоже. Но все думают, что вот у меня есть деньги, кино – это несложно. Снял кино, пришел в кинопарк, отдал и заработал. Мы предлагаем и рекомендуем всем относиться к этому действительно как к серьезному, очень высоко рисковому бизнесу. Даже вот в мировой практике. Хоть Голливуд возьми, хоть корейский прокат возьми. А это правило вот вступительный взнос? Это не вступительный взнос, это расходы на рекламу. А с какого момента это, с какого времени? Это вот существование кинобизнеса всегда было. Нет, вот в кинопарке просто, может быть, раньше этого правила не было, когда меньше было, скажем, когда было меньше казахского кино, а сейчас же как бы рынок вырос, да, сейчас каждый второй, по большому счету, да, снимает кино. И артисты снимают кино, и блогеры снимают кино. И вот я слышу сейчас вот такой вот шум, что многие говорят про то, что вот кинопарк обнаглеил, кинопарк требует вступительного взноса, с кинопарком сложно договориться, да, что зайти в кинопарк очень сложно. Я слышу эти обиды, мне было интересно, почему? Вы обратите внимание, что такие разговоры идут обычно от тех людей, которые не были в кинобизнесе. Новички. Да, они новички, потому что они не знают. Когда много лет назад мы начали работать по казахскому кино, вообще в мировом прокате есть такой термин, независимое кино. Есть мейджоры, это вот главные голливудские кинотеатры, которые работают с кинотеатрами 50 на 50. Но почему они получают 50%? Потому что они обеспечивают тебе полностью репертуар. Ты получаешь кино и зимой, и летом, и всегда. То есть ты можешь рассчитывать, что ты бесперебойно будешь получать кино. Благодаря этому ты можешь строить бизнес и планировать. Потом есть случайные игроки, которые заходят на рынок из одного продукта, это непрофессионалы, к ним применяется термин «независимое кино». По ним 50 на 50 не работает, потому что они не формируют бизнес. Им дается условие только 35 на 65. То есть им дается всего лишь 35%, а 65% кинотеатры занимают. Потому что они приходят, скажем так, на разогретый рынок, уже кинотеатры, которые существуют, где уже есть определенный репертуар, есть как побочный продукт. Но мы этот термин не стали применять, чтобы казахское кино поддержать. Все это время относились лояльно, и казахское кино стали поддержать так, как и поддерживаем голливудское кино, давая те же условия, как голливудское кино. Когда казахское кино встало на ноги, мы сказали, ребята, в нателе мы вам помогли, хорошо встали, теперь давайте вернемся на бизнес-поле, как кинотеатры работают. У кинотеатра тоже есть огромные обязательства. Мы же не говорим, что нам надо каждые 5 лет менять проекторы. Кресла там 7-8 лет, ремонт проводить. Есть обязательства по кредиту и ареноплатам, которые у нас даже во время коронавируса никто не убирал. И помощи от государства в то время тоже не было. Вот сейчас государство действительно помогает, и хорошее налоговое послабление делает. Мы говорим, давайте вернемся и начнем вот так работать, чтобы бизнес был. Вы рынок узнали, вы здесь хорошо зарабатываете. Это такой своего рода тоже тест, да? Да, ну вначале мы... Если ты серьезно как бы относишься к своему бизнесу, да, то есть ты тоже должен там на входе заплатить. Вы абсолютно правы. Здесь надо... Мы всегда говорим, к этому бизнесу надо относиться очень серьезно, потому что это единственный бизнес, на котором мы зарабатываем. Грубо говоря, детей кормим и обеспечиваем. Около тысячи человек работает и строит свое будущее, связанное с нашей деятельностью. Это требует, по крайней мере, уважения. А еще вы знаете, что на вас обижается, что вы открыли компанию Tiger Films, и что вы начали снимать свое кино. Ну как бы у вас есть кинотеатры, и теперь еще свое кино. У киношников стало еще больше конкуренции, да? Они конкурируют с вашими фильмами. В начале разговора я вам дал пример CGV, который производит самое кино. Который создали паразитов. Да, паразитов. Также их есть основной конкурент, скорее компания Lotto Cinemas. Lotto тоже производит кино. Если вот помните фильмы «Поезд на Пусан», «Поезд на Пусан-1» — это их фильмы. Два больших игрока производят кино и практически закрывают рынок своим кином. Но в то же время они дают свободным игрокам производить кино. Есть компания Pate, бельгийская, французская, которая тоже очень много кинотеатров, и в то же время кино производят даже сериалы. То есть такая мировая практика, да? Это мировая практика. В свое время в Америке было такое законодательство, когда студиям запрещали иметь кинотеатры и наоборот. Вот сейчас, насколько я слышал, вот это законодательство пересматривается, и теперь студиям разрешено покупать кинотеатры, и они хотят усилиться. То есть это нормальное развитие бизнеса. Но вот ваша личная причина, почему вы начали снимать свое кино? Потому что вы же на рынке давно, с 2005 года. То есть вы могли это и в 2010 году, и в 2015 году. Почему именно сейчас Tiger Films выпускает свои фильмы? Причем у вас их реально очень много. Мухтар Шаханттың бір сөзі бар. «Улкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен арман» керек кен адамға. Біздің де арманымыз болды, кену түсіру деген. 2001 жылы Байконер кинотеатрын ашып жатқан кезде Қыжыбек киносын көрсеттік. Ол кино, жас кезмінен маған он айтты, көрген сайын көзіме жасалым. Алмаз, а правда, что кинотеатры больше зарабатывают на попкорне? Это правда только для зарубежных кинотеатров. Не для нас, да? Не для нас, потому что у нас существует закон про защиты прав потребителей, согласно которому любой потребитель, кенозритель может со своим продуктом заходить в кинотеатрыш. И поэтому мы не зарабатываем слишком много. Кто приходит со своим продуктом? А вы даже не представляете. Тут просто зашли пирожками? Едой, пирожками. Или покупает в соседних этих там. Где подешевле? Нет, например, может зайти с Киевсей, купить. Но попкорн же все равно только у вас. Только попкорн. Поэтому он зарубежных кинотеатров практически один в один получает. То есть если они 10 долларов заработают на билете, 10 долларов на баре. А у нас составляет максимум 3 доллара. Вы зарабатываете? 30% где-то. 30%? Да. То есть у нас есть девицит, недобор. Но это все ваше или вы в аренду все сдаете? Нет, это все наше. В кинотеатре существует закон. Зону кинотеатра ты должен добирать. То есть ты привлек клиентов, зрителей. И теперь на этих клиентов ты должен постараться заработать. Максимально, да? Да. Мы даже выходили с предложением, то есть поменять этот закон, чтобы поддержать кинотеатр. Это было бы хорошее подспорье, но пока кассоверзи не идет. А можно мне попкорн карамельный? У вас всегда свежий, да, попкорн? Всегда. Каждый день новый? Каждый день новый. И что удивительно, вот сейчас... Это большая, можно поменьше? Вы сейчас пробуете карамельный попкорн? Да. У нас в Казахстане 90% людей едят карамельный сладкий попкорн. А во всем мире 90% соленый. Это особенность Казахстана. Короче, мы сладкоежки, да? Да, у нас соленый не едят. А насколько вы лично погружены в каждое кино? То есть вы знаете, что у вас стоит в кинопрокате сегодня? Например, сколько этот фильм будет стоять? Там две недели, неделю? Вот кто это вообще решает? Безусловно, это мы решаем совместно с командой. Ну, я вовлечен в каждый, как бы... В каждый процесс? В вопрос, да, в каждый процесс. Ну, у вас уже есть такая экспертность. Вот, например, приходит продюсер, да? Например, моя подруга Баян может прийти к вам, да? Вы знаете ее потенциал. Она приходит с новым фильмом. Вот вы его отсматриваете и сразу примерно понимаете, что вот этот фильм будет стоять там неделю, две или три в прокате. То есть вы это сразу видите? К сожалению, абсолютно нет такого понимания. Этот бизнес продолжает всегда удивлять. Даже Голливуд имеет почти столетний опыт кинопроизводства делать большие ошибки. Хотя... То есть вы не можете предсказать? Никто не может. Потому что фильм не только зависит от качества фильма, от человеческого настроения зависит. В этом периоде времени наш народ в каком настроении находится. Вам не кажется, что успех Достюра как раз связан с настроением общества, что все-таки наше общество созрело, да? И оно готово выражать протест против бытового насилия, да? Что вот на этом фоне у Достюра такой успех. Потому что если бы это было лет пять назад, может быть, Достюр бы не сыграл бы такие деньги. Я соглашусь с вами. Потому что вот в последнее время очень сильное, пристальное внимание начали обращать на бытовое насилие. И это обсуждалось, да? Это было как на злобу дня. И Достюр попал в хорошую... И люди, как бы выражая свой протест, они пошли в кино, купили билеты, и это их настроение, да? То есть их вклад. Я очень рад, что такой фильм получил вот такой отклик зрительский. И вот продюсеры, и исполнители, кто киноделал, поздравляют с этим успехом. Но у меня есть определенное мнение, что я не очень согласен, что такой фильм стартует именно накануне новогодних праздников. Все-таки мы должны иметь праздник. Мы готовимся. Даже государство тратит огромные деньги усиленно на создание праздничного настроения для людей. Ну, видите, это совпало, я думаю, что смерть с Алтанатом Кеновой, вот эта ситуация, и потом вот это накопленное, знаете, вот накопленное настроение, потому что эта тема уже давно обсуждается. Это никак не могут криминализировать, да, эту статью. И мне кажется, что это было какое-то настроение. Вот как вы говорите, что успех кино, успех кассы, да, это зависит от того, что происходит вообще в целом в стране. Да, вот поэтому я говорю, это как философский вопрос, да. Нам очень жаль, что наш народ пришел к Новому году с таким настроением. Действительно, мы сделали что-то плохое, что именно на новогодний праздник, вместо того, чтобы люди должны быть веселые, хорошие настроения, мы начали обращать внимание. А вот успех Таптамоусеный вам тоже понятен? Мы тоже, я очень с большим уважением отношусь к Тульсу Бадыковой. Она перед, как бы, стартом этого кино сама приходила и просила нашей поддержки. Я с сомнением отнесся. Я думал, ну ладно, хорошее кино, может быть. И какое же было мое удивление, что это кино стреляло. Я каждый день звонил. Дорогие, каждый день поздравлял. Вот очень круто. Поздравляю, молодец. Мне вообще идея, то, что женщина-продюсер стала номер один, очень импонирует. Я был рад. Телефон со мной, и такой, что я готов. Я работаю сену науыз, казахстану, батыр-кызы вулын. Жарайсян дип. Бржағанан Таптамоусеный, сену, яген жағанан Дэстюр, який, бастыки болты, брақ, мен Таптамоусеный, көбрек, Акшай жинасын, депуэллі отыр. Поэтому Таптомаусин на 2 месяца, а Дестюр всего месяц. Ну, в этом случае грешить на нас тоже не особо получится, потому что его держали не только мы, то есть остальные кинотеатры, Чаплини, Симах, все держали 2 месяца, все. Даже кто-то после нас держал, да, вот некоторые кинотеатры были. А вот Дестюр не только мы убрали через месяц, но и все остальные кинотеатры. Короче, на всякий пожарный лучше к вам зайти, попросить поддержки, да, и сказать, давайте, Бата Бернес, Бережах Субосон, Кастер Генеев. Да, был кинобизнес на Ахсахала, Богом Гельмеде, он дает везде махсачок, и где. Я не был в трассу свой. Это случайно может быть. Наша задача была дать профессиональный совет. Из-за чего это получилось? Когда казахский продюсер кино делает, бытует мнение, что есть такие хорошие даты, где надо выйти. Всем хочется выйти на Новый год, и потом все выходят только на Новый год, 10-15 картин. Мы говорим, ребята, давайте распределим фильмы по всем месяцам. Потому что мы же работаем и летом, и зимой. Мы же не закрываем кинотеатры на лето, на каникулы. Они говорят, говорят, летом кино не собирают. Поэтому он киномает, бізде кино шығарып, джазда көрсеттіп жатырмызғы. Бізденді джиндамис бізде ахшамыз жоғалқыңыз келмейтті. Джазда кино жоғып, джазда Голливудың жақсы-жақсы кинолар шығады. Это была одна из целей, чтобы заполнить прокатные дыры. И поэтому, когда приходят, мы говорим, нам не надо спрашивать наше благословение или разрешение. Мы говорим, давайте распределим даты. Они обычно идут к дистрибьютору, Сулпак, Меломан. Две компании, которые давно работают, с большим уважением к ним мы относимся и не лезем в их деятельность. Но мы говорим, 50% дохода остается в кинотеатрах, 50% дохода приходит к производителям. То есть мы самые заинтересованные, мы. Дистрибьютор получает какую-то комиссию, даже если что-то потеряет, он деньги не вкладывал, его потери минимальны. Так как мы оба заинтересованы, мы должны запланировать правильный старт. Например, я же хочу, чтобы фильм хорошо прокатал, потому что 50% же мое будет. Поэтому я заинтересованы. Да, поэтому вы до реке каждый день звонили, потому что вы видите, но человек вам помогает зарабатывать. Короче, если фильм не собирает, вы к человеку вообще не звоните, да? Нет, нет. Телефон соман, айтам, у аймдама, келес кино жаксы улад, иношу лослы. Или говорите, о кончике урай, бара бта уйтте, все, до свидания. Слушай, ну это же обидно, когда ты инвестировал, я не знаю, даже 100 миллионов тенге, да? Ты потратил, и ты не можешь, я не знаю, 200 заработаешь, ты 100 отдашь вам, еще дистрибьюторам, ты еще в минус уйдешь. Но если вот немного как будто бы дать вот эту возможность, прокрутить, да? Вот вы на каком этапе принимаете решение, что все, мы видим, что у этого фильма нет никакого потенциала? 99 случаев из 100, первый четверг уже показатель. Это вот тенденция, спрос есть, нет, нет. Никогда не бывает, чтобы на второй неделе на этот спрос появился. Ну вот у Ян Казак не было спроса, потом вышла информация, знаете, черный пиар. Чок у Ян Казак, бремчуганый мастер, бремчуганый мастер. Был пизгейк Казак, это странный случай, потому что он же как сериал уже вышел, это нарезки сериала, как кино. Да, 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 потом они все собрали. Удивительный факт был, что это... Видите, как пиар сработал, сказали, что вот, государство снимает этот фильм, и все сразу у Яна пошли в кино, именно у Ян Казака. И потом сколько вы его недель крутили? Ну, на самом деле, это не совсем точная информация. Да, потому что первые две недели у Ян Казак очень хорошо собрал. Информация о том, что фильм «Убирают» появилась на третьей неделе, и мы докатали третью неделю. Но основную 70-80% денег мы собрали на первые две недели, когда еще не было слуха о скандале. То есть он сам по себе пошел. Там сарафанной роде, да, так называемые. Люди начали смотреть, выкладывать, как они люди плакали. И это сыграло эмоции, да, люди захотели. Почему все люди плачут? Это вот такое любопытство сыграло, и они все пошли. Но это очень прекрасная тенденция, нам очень нравится. Вы на рекламе зарабатываете? Вот у вас тут пепси крутится, другие напитки? За рубежом, то есть сети зарубежные зарабатывают от 30% больше на рекламе. У нас до процента не доходит. То есть у нас рекламный рынок, то есть она только-только развивается. То есть для потенциальных рекламодателей должен быть охват. То есть если он выходит, ему нужно 2000 кинозалов, чтобы был охват. А из-за 400 там залов, они не рекламы. Дорогая реклама? У нас от 5000 до 15000 один бока, от 30 секунд до минуты рекламы. Вход 20 миллионов, это вот как раз-таки? Это все входит, это вот на 20 миллионов, это больше 30 тысяч рекламных выходов. Это даже путем умножения. На какой период, за месяц или когда вы начнете? Мы предлагаем начать за 3 месяца. Но кто не может, хотя бы за месяц начать. Это месяц, это минимальный срок начала. То есть если ты заранее все сделал грамотно, да, правильно, у тебя там классный анонс, да, фильмы, классный тизер, ты за 3 месяца, ты заплатил здесь 20 миллионов входа, ты 3 месяца будешь стабильно выскрутиться? То есть мы предлагаем работать над этим. Мы предлагаем относиться серьезно к своему продукту. То есть 50% это то, что вы сняли, а остальное это рекламные услуги. Как и любой продукт. А если человек говорит, ну слушайте, Алмаз, я все потратил на фильм, но нет у меня этих 20 миллионов. Но вы представляете любой другой продукт, который идет на рынок без рекламы? Даже Мерседес без рекламы не продается. Как это так возможно? Ну бартера можно как-то договорить? А, ну, есть, например, вот, допустим, Дарья Бадыкова пришла, говорит, Алмаз, я все потратила, а чем я могу помочь? Мы попросили, может быть, в нашем фильме поучаствовать. Снимешь как в 10 фильмах? Нет, буквально один фильм. То есть в одном кино и достаточно, да? Да, достаточно, тем более для Дарьи Ги это достаточно. Ее появление даже на несколько минут это украшение. Это уже успех, да? Да, вот Джохан, например, тоже сказал. Например, ребята, которые сняли вот недавно фильм, военная тематика там, Даниэр, они говорят, Алмаз, у нас нет денег, но у нас есть техника, мы можем помочь техникой, камеру дать, то есть все, что можем. То есть бартером вы тоже работаете? Есть проблема, да, мы не хотим употреблять это слово бартер, мы хотим, говорит, мы обменяемся услугами. Вы нам помогаете, мы вам помогаем. Давайте посмотрим афишу. Главные фильмы Голливуда знаете заранее же, да? За год вперед мы знаем все. Ну вот в этом году какие ждать примеры? Вот в этом году очень, скажем так, сложная ситуация, в связи с забастовкой сценаристов и актеров, и поэтому все старты сдвигаются. Вот даже Дюны с прошлого года на этот год был перенесен. И у нас ежегодно проходят мировых четыре выставки. Один проходит в Лас-Вегасе, другой проходит в Барселоне, третий в Майами, четвертый в Бангкоке. Мы хотим в апреле месяце посетить Лас-Вегасскую выставку и точно уже знать, что нам ожидать. Там все производители кино собираются, все планы рассказывают, на что надеются, все презентуют. Но Голливуд вам дает право выбора? Или вот то, что они вам дали, то и дали? В основном право выбора не существует. То есть они говорят, мы формируем тебе репертуар в течение года, есть хорошее кино, есть плохое кино. Но ты должен взять все. А чем вы рискуете? Ну, вот вам дали кино, ну и не прошло в прокате, не пошел в фильм. Знаете, это, я думаю, это очень справедливо. Это как в горе и в радость. Если мы партнеры, и в плохие дни ты должен с нами делить, и в хорошие дни ты тоже с нами делить. Я думаю, это справедливо. Но если, например, фильм не пошел, вы же все равно, ну, что вы проиграли? В чем? Если не пошел, мы проиграли сеансы, это доход проиграли, мы не продали ни билеты. Просто не заработали? Да, а наши обязательства сохраняются, мы за аренду должны платить, за банк должны платить, зарплату всем сотрудникам я должен платить, налоги должны платить. Казахша бизнес, 2022 год, бизнес по-казахски в Турции, 1 миллиард 185 миллионов. В 23-м году Индия, 1 миллиард 280 миллионов. И 24-й год, бизнес по-казахски в Бразилии, 1 миллиард. Вот вы лично как-то изучали опыт Нурлана Коенбаева, 7 лет подряд, Новый год стабильно миллиард. Кто только не изучал опыт Нурлана Коенбаева. Я думаю, что своим успехом, конечно, он обязан своей предыдущей деятельности. То есть когда он долгие годы возглавлял, участвовал в команде КВН Казахстана и весьма успешно, и люди его знали. Феномен Нового года заключается, с моей точки зрения, в очень простом психологическом факте, когда на Новый год вы идете в кино, вы отпраздновали. Привычка, да? Нет, вы хотите, вы в хорошем настроении, вы хотите что-то увидеть хорошее, веселое. Вы видите Нурлана, который заявил себе действительно игроком в жанре юмора, и вы точно думаете, я пойду, обязательно буду смеяться, и он обязательно мне поднимет настроение. И все, это новогоднее кино, хорошее. Ну, у Нурлана есть шансы еще там лет пять собирать такую кассу? Безусловно. Я думаю, что это, есть же выражение, важно не намерение, вот Бисмарк говорил, а потенциал. А у Нурлана есть потенциал. То есть он спокойненько может продолжать, да? Если он будет иметь намерение дальше снимать, у него большой потенциал. У него там большие планы, он был у меня на шоу, он, ну, знаете, география большая, стран много, они уже сами его приглашают. Нурлан человек очень большой силы, характера, упорства, вот надо иметь очень большую смелость, поехать в чужую страну, незнакомый, и начать снимать кино. Он очень рисковый человек. И вот наш казахстанский зритель был как бы с удовольствием, вот его опыт и этот наблюдает. Я думаю, у людей любопытство. Даже я вот посмотрел в этом году, а интересно, что будет в Бразилии? Хотя он собрал меньше, чем предыдущий фильм, но фильм мне понравился. Возможно, это чуть-чуть было возрастной, а его... А мне понравилась, наоборот, такая философия, что кризис среднего возраста, мне показалось, что он, наоборот, такой глубокий фильм. Я и говорю, это, скорее всего, было рассчитано на мой возраст, наверное, я тоже. Ну, на мой тоже. Старше 50, вы гораздо моложе, чем я, наверное. Короче, если у вас кризис среднего возраста, обязательно посмотрите. Я вот смотрю цифры, 22-й год, 23-й, 24-й, и меня удивляет, что есть фильмы, которые собирают 2 миллиона тенге. Есть фильмы, которые собирают даже меньше миллиона тенге, да? Многие же идут в кинобизнес именно заработать. Вот я вижу, что есть прямо конкретная четкая цель. У тебя узнаваемое лицо, у тебя есть такой бренд личный, да? Ты видишь свою статистику, да? Ты видишь свою конверсию. Ты думаешь, так, ну, моя аудитория... Вот у меня недавно были на шоу миллион команды. Они говорят, бізнычездуханы карайт ютюб-та. Именно соло аудитория везгек келет біз стабильно... Да, басталат, басталат, вот он твертый гуны, он бестый гуны, да? Да, у ларайта бестабильный ек миллиард чинэмстит. У них вообще прям полная уверенность. Без угон, банджа, ацалсамс, куму, ты сэмс, ек миллиард чинэмстит. Да? А у меня нет. Ну, они просто вот эти цифры, кажется, не видели. Это потом же отрезвляет, знаете, когда... Вот, например, даже, например, ну, есть фильмы, который вот и ваш штагерфильм снимал. Батыр из прошлого, да, 72 миллиона. Вот то, что вот я примерно слышала, Акмаель, 185 миллионов, да? Там, невеста на прокат 15 миллионов. То есть это как лотерея получается. Вот я как вот ранее отмечал, что вообще в мировом кино, киноиндустрии мировой, 75% фильмов не окупает себя. Половина просто проваливается в дребезги. А вот некоторое количество, там, 2-3% фильмов имеют супердоход, а остальные еле-еле танцы. Тоже тенденция в казахстанском кино. В прошлом году вышло 65 картин. 65 из них? 65 картин. Голливуд, вы говорите, в год 450 выпускает. Да, да. А мы, Казахстан, 65. Это, конечно, гордость с одной стороны. Ну, а с другой стороны, ты можешь потратить, я не знаю, на фильм, там, 50 миллионов тенге и выручить, я не знаю, фильм «Пацаны» 2 миллиона 790 тысяч собрал. 35 картин просто провалились из них. Вот 7-8 картин наших тайгер-фильмов. То есть мы тоже вот в этой статистике. То есть это не избежать. Если ты производишь, там, 10-15 фильмов, ты должен рассчитывать, что 75 твоих процентов картин будет. И ты заранее не знаешь, какой будет успешный, какой нет. А те люди, которые выпустили первое кино и сразу на успех, это большая удача, большое везение. И многие из них ожидают, что дальше так будет. Ну вот Джохан, он же был везунчиком. В 22-м году он собрал 856 миллионов тенге. Человек, который к кино вообще никакого отношения не имеет. А посмотрите следующий год. Следующий год, 23-й, он снимает Джохан 2 и зарабатывает всего лишь 276 миллионов. Вот видите. Как в казино, короче, первый раз везет. Да. Вот в этой связи, вот опять же, если вернуться к Нурлану, Нурлан поступает очень мудро. Он знает, что его картина будет востребована один раз в год именно на Новый год. И дальше не рискует. Он снимает только одну картину, зарабатывает и уходит. Мы весьма благодарны за это, потому что действительно он делает новогоднее настроение для людей. Но потом нам надо думать об остальных 364 дней в году. Ну вот, Алмаз, у вас же все равно есть понимание, да? Вот вы уже давно на рынке. Все-таки есть какие-то определяющие факторы, которые повлияют на успех фильма. Можете их назвать? Вот что точно, стабильно выстрелит? Я думаю, кино, которое ближе к народу. 99% наших зрителей – это обычный народ, который зарабатывает месяц 100-200-300 тысяч тенге. И он приходит со своими 2-3 тысячами тенге, которые для него имеют очень большое значение. И он должен поднять себе настроение. То есть он работает, обычная работа. Механик, сантехник, уборщица. То есть нужно ориентироваться на простых людей? Они нас кормят. Благодаря простому народу мы живем. То есть наш бизнес стоит только на потребности с Харапаем Халхтона, сурансная. Но нужен еще такой сценарий, который захватит, да? Да. Народ все равно он тонко чувствует. Он хочет смотреть то, что его волнует на данный момент. То есть если мы это угадали, что его волнует, что его веселит, что его... Тогда мы... А у нас много хороших сценаристов? Я думаю, нет недостатков талантливых ребят. Режиссеры, операторы. Просто. В среднем на кино тратится где-то 100... 150 миллионов. 150 миллионов. Вот вы в Tiger Film сколько тратите на фильм? Мы стараемся сократить расходы до 80-70 миллионов. Включая рекламный бюджет, мы тоже рекламу включаем. То есть мы когда предлагаем наши фильмы тому же Чапкину, мы говорим, что мы можем для вас сделать. Мы понимаем, что надо поддерживать кинотеатры. Это удивительно, да, что, например, там Жахан тоже 60 миллионов, по-моему, потратил на свой фильм первый, да? Заработал 800 миллионов деньги. А часто бывает, что государство выделяет миллиарды, и этот фильм вообще, его никто не знает. Я думаю, цель государства в другом. Кинотеатр — это первый уровень показа. После кинотеатра идет стрим, телевизионный показ, интернет-ресурсы. То есть эта картина останется. То есть, возможно, в кинотеатральном прокате фильм не добьется успеха, но обычный народ его бесплатно по телевизиону посмотрит. И поэтому, я думаю, государство должно действительно обратить внимание на... Они не любят это слово, но на идеологической составляющей. Патриотическое кино, высокобюджетное кино, историческое кино. Государство должно тратить на историческое кино, которое... Желательно, да. Потому что, ну, которое сложно. Там же костюмы, очень много расходов, много локаций, да? Нужно строить там декорации. То есть частные, наверное, компании не смогут это просто сделать? Не осилят? Да. Ну, в основном, даже возьмем обычный, как бы, патриотизм, да? На чем оно основывается? На любви человека к родине, способности его защитить. Ну, надо же это чувство культивировать и воспитывать. А для этого и существует кино. Поэтому государство должно выпускать такое кино, военно-патриотическое, чтобы молодежь воспитывать. И не обязательно, чтобы она в большом прокате была успешной. Есть очень много способов донести этот фильм до зрителя и добиться цели и задач, которые государство ставит. Давайте поговорим о Tiger Films, о вашей еще одной компании, да? То есть к вам может прийти любой сценарист, любой продюсер и предложить какую-то классную идею. Они приходят, да. Приходят, и вы инвестируете, да? Свои личные деньги или деньги компании? Ну, если эта компания моя... Ну, в общем, общие деньги инвестируете и не заработали, например. Да, вот Батыр из прошлого, вот ваш фильм, например. Не заработали. 72 миллиона вы заработали, а потратили сколько? 70 миллионов, 80 миллионов, да. Да. В общем, короче, сколько потратили, столько и заработали. В ноль вышли и даже в минус. Да, это же еще выручка не только нашей сети, это же и наши коллеги. Которые пополам тоже делят, да? Да. От них у нас возвращается, не 50% даже, от них всего лишь 30% возвращается. И что вы делаете за тема? Вот вы говорите, у вас 7-8 фильмов провалились в прокате. Вот вы лично, как владелец, злитесь, ругаетесь. Мы очень сильно переживаем. Мы же тоже люди, мы же тоже хотим быть удачливыми, всегда быть на коне. И вот когда вот такие моменты получают бизнес, конечно, расстраивает. Но главное, не падать духом. Вот недавно я слышал одну из, одну речь Бреда Пита, когда он на награждении чего-то был, то ли Оскару, то ли Тэфи. И он сказал, иногда кино получается, иногда не получается. Нам надо продолжать работать. Я работаю без остановки вот уже 30 лет, и простая математика. Некоторые проекты стреляют, некоторые нет. И нет никакой причины висеть над одним. Просто переходите к следующей истории и расскажите ее. Ну, как вы думаете, рынок будет чиститься? Вот в прошлом году 65 фильмов было снято, в 2022 году 38 казахских фильмов. В этом году будет меньше, потому что, ну, многие попробовали, поняли, что не всегда, оказывается, везет. И то есть рынок, он будет как бы сам себя, да, регулировать? Мы тоже предполагаем, что в этом году наверняка не будет больше 60 фильмов. Но достаточное количество фильмов будет. Многие, которые попробовали, и этот чуть-чуть будет остерегаться второй раз. Ну, тоже и Жахан, да, наш большой друг. После очередной неудачи он чуть-чуть сейчас остерегается. Но мы хотим, конечно, его уверить, что надо в кино заниматься. У него большой талант. То есть вы лично все-таки заинтересованы в том, чтобы было больше? Обязательно, да. Всегда вот рождается лучший продукт, когда конкуренция, рождается профессионал. У нас на сегодняшний день нету профессионального игрока в области съемок кино. То есть, чтобы профессиональным игроком быть, надо снимать 10-15 кино в год. И заниматься этим только. У нас занимается там блогер, иногда снял кино, а в основном он блогер, да. Нуряки тоже в основном занимается определенной деятельностью, там, телевизионной, и иногда снимает кино. А нам хотелось бы рассчитывать. То есть, если он занимается... Слушай, ну как это 10 кино снимать в год? Это что такое? Ну, Голливуд же снимает же несколько... Ну, извините меня, у них там и киностудии, да, есть. У нас казахфильм, но мы видим, что он сейчас Азамат с этого года пришел. Но он все равно это умирающая киностудия. Если вы зарабатываете только на кино, вы будете снимать. То есть, если вы это воспринимаете как хобби, то есть иногда, это уже не профессия. То есть, вам нужны игроки, которые снимают каждый месяц? Да, потому что тогда мы рассчитываем. Да, он говорит, в этом году я обеспечу вас 10 фильмами. Такой-такой-то тематики, все. Ты игрок, мы рассчитываем. Мы знаем, что в январе, феврале у нас кино будет. А сейчас мы вот это все равно хаотично происходит. Мы вот сейчас до сих пор не знаем, что у нас будет в мае, в июне. А мы точно знаем до конца года, на что будет по Голливуду. Но возвращаясь к началу, почему они должны к нам приходить? Мы говорим, приходите, озвучьте нам свои планы. Что вы снимаете? Когда? На что нам рассчитывать? Мы тогда знаем, вот, например... Приходите в Феллини. Да, мы только знаем, что... Хороший этот пиар для вашего ресторана. Да, это же. На завтрак, обед или ужин. Ну, обычно они просто приходят, чай победят. Да, да. И, например, мы знаем, что на Новый год Нурлан будет. Все, мы знаем. Да. А кто еще будет? За какой период приходят, говорят? Вот уже за месяц, говорят, быстро кинует сердок. Некоторые за месяц приходят. Многие за месяц приходят. Мы даже не знаем, про фильм не слышали. Я говорю, почему раньше не придете? Почему не инвестируете в рекламу? Чтобы мы начали крутить рекламу? Почему важна реклама перед кино? Потому что это же эмоциональная составляющая. Ты перед кино видишь короткий ролик, минута-две на большом экране и впечатление, да? Ты захочешь его видеть на большом экране. То есть если это... Короче, маркетинг страдает у нас. Да. Если ты хочешь это увидеть на большом экране, как кино, то оно должно рекламироваться. Или ты думаешь только на телефоне, полагаешься на слух, на сарафанной радио. Так нельзя. Гольб так не делает. Мы заранее получаем рекламный ролик. За полгода вперед. Производится масштабная рекламная кампания. Потому что они... Ну, Барби поэтому и заработали так. Вот. И мы с тем так говорим. Давайте вместе работать, да, это вкладывать. Вот вы точно сказали, когда человек вкладывает рекламу, то он серьезно воспринимает свой продукт. И мы тоже серьезно к ним относимся. А если вы видите, что, ну, фильм, ну, не очень, вам не нравится качество, да, или вот вам не нравится продюсер, ну, бывает такое, что вот вам ничего не нравится, и вы можете отказать? Нет, такое не бывает. То есть вы никому не отказываете? Никогда. Никогда? Никогда. Вот, смотрите, 65 фильмов вышло. Вы можете сказать, что какой-то из них не был показан в кинопарке? Ну, судя по тому, что указано, я так поняла, что все... Нет, это общеказахстанский список. Это не то, что вот кинопарки. И цифры общеказахстанские, общие сборы. То есть мы его сверяли и с Меломаном, и с Улпак, и с Рентро. Ну, вот мне кажется, что у нас как-то страдает аналитика. Вот если бы я захотела снять фильм, я посмотрела бы вот на эту статистику, да, они все похожи друг на друга. И нужно снимать точно что-то другое. Ну, как-то вот, как будто бы все одно и то же, одно и то же. Вы абсолютно правы. И мы, когда мотивируем людей прийти к нам, мы говорим, если мы будем обладать информацией, кто что снимает в течение года, мы можем вас предостеречь. Пожалуйста, здесь слишком много такого жанра, слишком много такого жанра. Знаете, что еще они же ругаются потом, когда приходят к вам в одно время? Вот смотрите, в Голливуде же не бывает, чтобы на одну дату две картины стали. Я не знаю. Не бывает. Это огромная империя, это разные интересы, финансовые группы, но они не ругаются насчет даты. А как вы относитесь к тому, что режиссер или продюсер фильма начинает ездить по Казахстану, ну, для того, чтобы продвигать свой фильм? Это, да, вот даже этот... Каждый раз я привожу пример Голливуд, ну, она делает, да? Актеры едут то в Париже, то этот... Это промоушен, да. А, кинопримеры, да, да. Примеры, это надо. Это нужно делать. Она даже прописывается в договоре у производителя с актерами, они должны... У него написано, участвовать в 10 премьерах, и этот продвижение картины участвует. В общем, мало снять фильм, нужно еще его продвигать. Естественно. Почему в этом году было мало съемок, и некоторые старты были отменены? Потому что гильдия сценаристов и актеров вышла на забастовку. Так как выезд актеров является частью промоушена продвижения картины, они были на забастовке, они не участвовали, производители вынуждены были задержать старт. Вот тому свидетельствует картина «Дюна», который должен был выйти 9 ноября прошлого года. Из-за того, что все актеры были на забастовке, и они не могли ездить промоушен по всем странам, хотя фильм они могли показывать. Но для показа фильма никакого запрета не было. Только из-за того, что актеры были на стычке, и теперь она стартует 29 февраля этого года. Представляете, какое значение имеет промоушен, то есть выезд актеров на премьеры на производителя. А вот успех, например, твоего сериала в Ютюбе или, например, на госканалах гарантирует тебе успех на большом экране? Ну вот «Жиздухи», например, они сейчас полностью уверены, они спокойны, они начинаем и вообще даже не сомневаются. Но это же тоже, знаете, лотерея. Да, до этого момента, до прошлого года, мы думали, что это будет гарантией, потому что были хорошие премьеры, там «Пацанские истории» на... Кельнджан, да? Кельнджан вышел. Но потом вышел «Вильма Пахкельн» на основе сериала трех сезонов, да? И там есть... И провалился, да? 180 миллионов. Да. Они даже не вернули свои вложения. Тоже ребята сильно рассчитывали, и мы рассчитывали. Мы выбрали хорошую дату, она стартовала 16 декабря, это исключительная дата. Мы рассчитывали на это. Сколько они были в прокате? Они где-то три недели были, да? Мы держали до последнего. То есть вы держали до последнего, да? Надеялись, но не пошло. Поэтому... А вот если, допустим, продюсер к вам звонит и говорит, пожалуйста, Алмаз, ну дайте нам еще одну недельчку, ну пожалуйста. Вы реагируете на это? Конечно. Мы же в Казахстане живем, мы все друг друга знаем. Как говорится, ничего человеческого... С вами вообще ругаться нельзя, опасно? Если ты киношник, все, потом... Да, мы теряем. Но поймите, если вы в определенном секторе бизнеса работаете, есть какие-то игроки, вы же все равно будете считаться. Ну я слышала, Алмаз, что есть режиссер, ну режиссер, продюсер, да, кто ушел с рынка, потому что у них был конфликт с вами. Вот вы можете привести такой пример? Ну я слышала, что Асельс Адвокасова так ушла с кинорынка. Ох, ничего себе. Это же друг наш, самый близкий. Да? Ну я с большим уважением отношусь. Я слышала, что она перестала снимать кино, потому что у нее был конфликт с вами. Асельс спросите. Асельс спросите. Прямо можете, она сейчас же занимается. Даже мы ее умоляли, просили, чтобы она участвовала в нашем фильме «Дубай любой ценой». Из-за большой дружбы, хотя это не входило в ее план. Это слухи, получается. Конечно. Кто их пускает? Ваша конкурентность Чаплина? Чаплин нам не конкурент. А, да? А кто тогда? Чаплин – наши коллеги. Мы с большим уважением относимся и к Чаплину, и к Синемаксу, и к Казахстальным кинотеатрам. Опять же, исходя из того, что Казахстану требуется 2000 кинозалов, всего лишь 450 кинозалов есть, нам нечего делить на сегодняшний день. Возможно, в будущем, где-то через 20-30 лет будет какая-то конкуренция, сейчас. Плюс второе, Чаплин снимает кино, мы показываем. Я снимаю кино, они показывают. А вы ходите к ним в кинотеатр? Конечно. Даже вот слух был, если сделать пример в Чаплине, то, так сказать, «Алмаз не придет». И вот недавно был… Кто вас так «Алмаз» демонизирует? Вообще не знаю. Хотел чуть-чуть добавить. Вот вы вопрос задали, вопрос доверия или недоверия по сборам. Я начинал говорить, что когда некоторые приходят и с недоверием к отчетам подходят, я говорю, вот твой фильм сколько собрал по Казахстану? Он говорит, столько-то. Сколько я принес? Обычно я по казахскому кино приношу от 40 до 60%. Я говорю, хотя я занимаюсь всего лишь 34%. Казалось бы, я должен 34% от сбора приносить. По некоторым фильмам, я вот когда Дос Мухасан был, я принес 60% сборов. Фильм был спорный, думали, что он не пойдет, но мы проэкспериментировали, и он хорошо прошел. Я тогда говорю, как это? Вот, кстати, фильмы, которые снимаются на государственные деньги, Дос Мухасан же на, на Дос Мухасан деньги из госкино же выделили, да? Когда государственный фильм, на вас как-то государство может повлиять, что вот алмаз, пожалуйста, поддержите это, вот государство нужно заработать, деньги вернуть? Никакого давления абсолютно нету, есть дружеские просьбы, и мы всегда идем навстречу, потому что это все-таки наше государство, это наша страна. Ну вот вы сейчас, кстати, с казахфильмом начинаете сотрудничать, вы будете показывать фильмы, которые снимают казахфильм? Да, обязательно. У нас вот с Азаматом давние дружеские взаимоотношения, и когда он быт на Жиргене был, нам нужны были люди, там, профессионалы, мы молодых актеров, которые он и там помогал, и когда казахфильм пришел, у нас возникла идея подписать меморандум, что это было официально, чтобы люди видели, что можно сотрудничать, и чтобы это был хороший пример. И у казахфильма есть определенные планы по кинопроизводству, по казаху, и мы это расписали, чтобы я свою помощь и поддержку действительно на бумаге... А помощь какая? То есть не 50 на 50, а, например, там... Например... Больше будете процент давать или что? Вот смотрите, начнем даже с рекламы. А, то есть реклама будет делать? Реклама нужна, да. Площадки для показа. Да, вот в казахстях есть старая библиотека, новая библиотека. Некоторые старые фильмы они хотят показать по доступным, там, там, 300, 500 тенге, для них площадки нужны. Так как мы один из основных игроков, мы готовы предоставить площадку. То есть они с архива вам будут давать, да, фильмы? Да, с архива. Плюс у них всегда есть потребность просмотры, тестинги делать, как кинотеатр это смотрится, с долбий звуком, со всеми. Мы готовы предоставить свои площадки для тестовых просмотров. Вот это, кстати, классная идея, да, посмотреть старые фильмы, казахские, вот, допустим, станцию Махабада или вот Кржебек посмотреть сейчас, в наше время. Вот несколько лет назад данная, как бы, идея была бы, наверное, сомнительна с нашей стороны. Но так как вот очень большие изменения произошли в зрительском поведении и в положительную сторону, мы сейчас думаем, да, возможно, люди уже созрели, смотрят кино, и кто-то из них хочет. Вот есть же молодежь, когда никогда не смотрели фильмы кинотеатра, да? Конечно. Да. Есть, скажем так, ностальгия. И я думаю, это хорошо пойдет, и тем более мы его поддержим, рекламы. Плюс у казах фильма есть фестивали, кинофестивали. Пока у казах фильма нету своей площадки, где они могли бы делать презентацию. И мы сказали, мы готовы предоставить свои площадки для презентации. Следующая деятельность это совместное производство. Действительно нас интересует, потому что многие вещи нам недоступны. Крупные картины, которые вот про мечту уже я сказал, это возможно только использовать... Историческое кино? Историческое. У них есть опыт. В фильме работает бесчисленное количество опытных, старых работников, которые это все видят. Можете всех задействовать, да? Безусловно, да. По максимуму, что возможно задействовать. Есть потребность, у них есть хорошая техническая база, в чем они нам могли бы помочь. Есть павильоны, есть даже звукозаписывающая студия у них уникальная. Есть, куда пойдешь... Работает еще? Она классно работает. Она даже с технической точки зрения, он очень правильно сделан. Он действительно звук изолирует, там можно записывать. Это указало в фильме большой потенциал. И мой последний вопрос. Вы давно в кино, вы знаете правила кино, вы понимаете, у вас очень много друзей, которые живут за рубежом. Вы даже знакомы, да, с основателем компании, которая снимала «Паразиты». Когда мы снимем фильм и получим «Оскара»? Это наша мечта. Вот когда я говорил, «Улько Нарман Кирейкина», «Оскар» дал, как мы снимаем фильмы. Кажа мы суримы? Кем суримы? Я говорил, «Неге зе «Кызжыбек» киносының потенциалы барма?» деп «Оскар» алады. Это идея, это идея, это идея для всех стран, и всех стран, это идея для всех стран. Это идея для всех стран. Это идея для того, что если бы вы посмотрели. Это идея для того, что я говорю о ремейке. Это «Ремейк». Например, «Рами Джулетта» 230 с чем-то экранизация была. Это вечная история любви. А в казахской... Вот недавно в России мастер и Маргариту тоже. Вот, тем более там. Каждый раз Голливуд, Европа возвращается к старой. А почему бы нам? У нас же богатая культура. Вы сами хотите это снять? Да. В общем, вы открыты. Конечно. Такие проекты надо делать совместно. Это беременность. Спасибо вам большое, Алмаз. Спасибо за цифры, за классное познавательное интервью. Вам спасибо. Спасибо.